Сокращение почти половины персонала, падение доходов на 70% и потерянные клиенты летом. Такие достижения гостиничной сферы странные к концу карантинного года. Как ни странно, минимальные потери понесли только учреждения премиум-класса. Карантин оставил состоятельных украинские дома, объясняют эксперты. Поэтому новый толчок получил внутренний премиум-туризм. Пять и четыре плюс звезды были достаточно хорошо заполнены. Это те гости, которые не воспользовались привилегией уехать за границу на летний период. И приехали, естественно, имея возможность потратить эти деньги в премиальном сегменте. Что же касается двух-трехзвездочных отелей, они не получили ожидаемого потока гостей. Больше остальных пострадали гостиницы в крупных городах. Здесь и отсутствие иностранного туриста, и напуганные украинцы. И серьезная конкуренция со стороны местных, которые сдавали жилье посуточно. Отели от этого страдают, потому что отели несут существенную нагрузку по налогообложению. Нас часто проверяют разные службы. А люди, которые сдают квартиры посуточно, они не несут таких затрат и, соответственно, могут варьировать ценой, тем самым привлекая потребителя. Поэтому большое значительное количество людей перешло на услугу аренды жилья посуточно. Эксперт говорит, что в лучшем случае гостиничная отрасль Украины вернется на прошлогодний уровень ближе к 2022 году. Это в случае, если пандемия пойдет на спад. Вернутся иностранные туристы, а у соотечественников появятся свободные средства для путешествий по стране.